Прошлой зимой российские военные атаковали энергосистему Украины с помощью дронов и ракет дальнего действия, вызвав частые отключения электричества по всей стране. Все, с кем мы говорили, ожидают повторных атак на украинскую энергетику и в этом году. Но с одним исключением. Украина многое узнала о стратегии России и весь год готовилась к наступлению холодов. В первую очередь украинские военные уделят приоритетное внимание защите крупных электроподстанций. Станции снабжают электроэнергией до полумиллиона домохозяйств в крупных городах, таких как Киев. Прошлой зимой они оказались уязвимы перед российскими ударами. Инженеры также восстанавливают небольшие подстанции, поврежденные в результате российских атак, и защищают их взрывостойким бетоном. Новые навесы способны защитить от взрывной волны. Возможно, будет какой-то ущерб, но если будут какие-то повреждения, то они будут не такими значительными, и мы сможем быстро отреагировать, отремонтировать этот объект и заставить его снова работать. Энергетическая инфраструктура Украины все же находится в большой опасности и грядущей зимой. Огромное количество дорогостоящего оборудования уничтожено, а замена поступает в Украину лишь частично. А это значит, что устойчивость в целом, конечно, ниже, чем до того, как все началось. Мы находимся где-то между. С одной стороны, мы хорошо подготовлены. У нас есть понимание того, что произошло. Мы провели много тренировок и подготовок. С другой стороны, что касается оборудования, мы находимся в более слабой позиции. Но Харченко считает, что Россия больше не питает иллюзий насчет того, что может поставить украинские города на колени посредством атак на инфраструктуру. Я верю, что будет тяжело, но мы выдержим. Сирены воздушной тревоги в Киеве в последние недели были относительно редкими. Но мало кто ожидает, что это затишье продлится долго. Продолжение следует...